Друзья мои, всем привет! Хочу сейчас записать видео. Я думал, что я это видео ставлю во влог, но поскольку влог будет за сегодня и за завтра и плюс еще это видео, он будет очень длинным, и я решил записать его отдельно, чтобы спокойно вам высказать все свои мысли. Я сегодня вот сейчас досмотрел влог тетю Любы, до конца сразу не смог посмотреть, и там наткнулся на один комментарий. Тетя Люба сегодня показывала распаковку посылки, и ей там прислали поделки. Бутылочку расписную, тарелочку, еще какую-то картину. И написали в комментариях, люди, ну не дарите вы всякую фигню. Зачем вы дарите бутылку из-под вина человеку? Куда он ее денет? Она ему не нужна, он отвезет ее на дачу и прочее. Вы знаете, здесь, мне кажется, нужно отделять котлеты отдельно, мухи отдельно. Начнем с того, что это не подарок, а это посылка. И ты должен быть благодарен своему зрителю за то, что он присылает тебе посылку. Тем более, эта вещь сделана своими руками. Да? Человек старался, вложил в нее душу, чтобы тебе ее подарить. И нужно понимать, что это не подарок, а это посылка. И человек просто хочет сделать тебе приятное. И согласитесь, получить посылку гораздо интереснее, нежели чем ты будешь знать, что тебе пришлют. То есть, ты идешь на почту, получаешь посылку от зрителя, и тебе интересно, что же там. И когда ты открываешь и видишь, что там, ты уже получаешь, соответственно, удовольствие. Либо не получаешь. Ну, кто как. Поэтому, даже если тебе эта вещь не нужна, не обязательно об этом говорить. Ты можешь отвезти ее на дачу. На даче она у тебя какое-то время постоит, потом ты сможешь ее, например, кому-то подарить. Я не думаю, что человек, который пришлет тебе эту посылку, он будет постоянно напоминать тебе, а где моя поделка, а где моя вот эта, а где эта. Ну, я понимаю, конечно, что люди разные. Кто-то собирает, кто-то не собирает. Кто-то, может быть, у кого-то действительно уже столько вещей, что иногда бывает, что и подарки мы все друг другу передариваем, и им не нужны. Ну, согласитесь. Вот я, например, честно, открыто говорю, что вот когда мне дарят из года в год вот эти, вот знаете, наборы там, дезодорант, одеколон, я все это потом, конечно же, передариваю. Или папе отдаю, или каким-то друзьям передариваю, потому что у меня уже их столько, что уже девать некуда. Поэтому это понятно. Но это подарки, это не посылки. Что же касается подарков, я уже говорил, и у меня даже есть отдельное видео в Инстаграме, это была пародия на Елену Валюшкину «В Новый год без хрени». О чем там говорилось? Там говорилось о том, что «Друзья мои, не дарите на Новый год друг другу всякую хрень». Если уж вы хотите что-то подарить, то спросите у человека, что ему нужно. Вот. Ну, согласитесь, гораздо приятнее подарить человеку то, что ему будет нужно, а не то, что он там, ты ему подаришь, он положит это в шкаф, в шкафу это будет пылиться, а потом он кому-то это передарит. Ну, согласитесь, приятнее, если человек будет пользоваться твоей вещью и тебя вспоминать, как говорится, добрым словом. Так вот, я как раз-таки, вот как раз-таки за это, чтобы подарить человеку на Новый год что-то нужное. И к чему я все это говорю? Просто недавно мне в комментариях написали, а почему вы не похвастались своими подарками на Новый год? Вам что, ничего не подарили? Я говорю, ну как же мне ничего не подарили? У меня же есть обзор инструмента. Представляете, какие у меня, ну, я не знаю, это зритель канала, не зритель канала, по-моему, нет, но все равно, какие наблюдательные люди, и они запомнили, что в прошлом году я подарок распаковывал на камеру прямо в новогоднюю ночь. Представляете, я даже не помню, что мне было подарено в прошлый Новый год, а зрители помнят. В прошлый Новый год мне подарили часы, фитнес-браслет к Xiaomi Mi Band 3. Вот, когда уже после этого я вспомнил. Вот, а в этот раз вы вот не распаковывали, ну, я распаковывал на следующий день. Да, мне подарили, ну, инструмент. Вот, нужен ли он мне? Да, непосредственно нужен. Я хотел инструмент, очень. Конечно, я немножко не такой инструмент хотел, но неважно. Зато теперь у меня все есть в одном чемодане практически, мне ничего не надо. И вот я как раз-таки за то, чтобы дарить человеку то, что нужно, то, что человеку действительно будет нужно. Вот моей маме нужна была терка. Я ей подарил. Моей маме нужны были наушники. Я ей подарил. Я знаю, что эти наушники не будут валяться, а она ими пользуется. И то же самое с теркой. Теркой она будет пользоваться, будет там чистить картошку, вернее, тереть там капусту, морковь. И эта терка не будет лежать без дела. Поэтому вот я действительно за то, чтобы дарить людям те подарки, которые нужны. Вот. Но я не люблю, когда дарят подарки не от души. Вот если я дарю подарки, я дарю подарки всегда с душой. А когда я вижу, что человек мне дарит подарок, знаете, так вот, на отвяжись, на, вот я тебе дарю подарок, только вот, ну, потому что так принято, вот я тебе дарю, и обвидишь, что в человеке нет ничего. То есть нету каких-то таких вот там чувств, качеств, еще чего-то, я не знаю. И ты понимаешь, что человек тебе просто дарит подарок вот так вот. Ну, просто, что нужно подарить. То есть как бы, мало того, что дарит тебе то, что тебе не нужно, так он ещё дарит это с таким прям вот, ну, вот на. Или, допустим, наоборот, он дарит тебе то, что нужно, но он дарит это, преподносит тебе так, что этот подарок тебе уже оказывается ненужным, потому что, беря этот подарок, ты сразу вспоминаешь лицо этого человека в момент, когда он тебе его дарил, и уже как-то не хочется пользоваться этим. Да, среди моих случаев тоже были такие случаи, когда мне дарили подарок чисто так, вот, знаете, на, вот лишь бы только что что-то подарили, и всё. Было такое. Вот, и я это не очень люблю. И ещё, вы знаете, я не очень люблю, и вот прямо меня это вот прямо до глубины души трогает, знаете, что, когда человек о чужих заботится, вот, знаете, вот для чужих он готов вот горы свернуть, он ходит по магазинам, покупает какие-то там, выбирает подарки, а для своих родных и близких он с подарками не заморачивается. Он покупает просто какую-то там безделушечку, ненужную совершенно абсолютно. И просто, грубо говоря, тебе дарит. Мало того, что он тебе ещё дарит её, знаете, так, ой, а я же тебе там где-то подарок купил, только я не помню, куда я его положил, сейчас найду и приходит на тебе там. Вот это я не люблю. Когда я вижу, что человек другому, то есть не близкому, не родному человеку, а другу своему или там приятелю, знакомому, значит, потратил своё время, поехал куда-то в магазин далеко и купил непосредственно этот подарок, тот, который был человеку нужен. А для тебя он не постарался, для тебя он не вложил души никакой, да, а просто пошёл и на отвяжись купил тебе какую-то ненужную фигню. Мне не важно, мне, знаете, важно не сам подарок, что он тебе подарит, а как он подарит. И когда ты понимаешь, что для родного и близкого человека он не постарался, как бы не то, что не постарался, а не вложил никакой своей частички души, да, и не, ну, как бы без души он всё это сделал. А вот для чужого человека он не поленился и поехал там в плохую погоду, поздно, вечером в магазин, чтобы купить какой-то подарок. И вот это, ребята, обидно. Поэтому я призываю всех, если кто-то, может быть, тоже так делает, позаботьтесь в первую очередь о родных и близких. И в первую очередь поймите, что на первом месте у вас должны стоять родные и близкие, а уже потом все остальные люди. Потому что первый, кто тебя поддержит в любой сложившейся ситуации, и первый, кто тебе поможет, это будет родной и близкий тебе человек. А потом уже там твой приятель, товарищ и ещё кто-то. Но, понимаете, бывает так, что люди изначально этого не понимают, и ставят своих друзей на ранг выше, чем родных и близких, и родные и близкие становятся на ступень ниже. Но потом, когда они понимают, что помощь приходит именно от родных и близких, а не от друзей, они уже осознают это. И хорошо, что приходит момент, когда это уже не поздно, и когда они ещё реально осознают, и как-то меняются. Но вот, к сожалению, я знаю вот несколько людей, которые до сих пор ещё пока этого не поняли, и для них родные и близкие на второй ступени, а друзья, приятели и прочие люди у них стоят на первом месте, и это очень печально. Поэтому, ребята, вот такая моя мысль, насколько я на многое она говорил, поэтому во влог я бы всё равно бы её не вставил, потому что влог бы получился большим. Поэтому, ребята, если у вас тоже есть какие-то мысли по этому поводу, делитесь, какие вы дарите подарки, какие вы любите получать подарки, и любите ли вы вообще дарить подарки и их получать, и как вы относитесь к тому, что вам дарят. Мне бы было очень интересно. Так что если есть какие-то мысли по этому поводу, пишите, пожалуйста, в комментариях. Всем комментариям буду рад. Ну что, а на этом всё. Всем спасибо большое за просмотр, и всем пока-пока.